Здравствуйте! Данное видео записывается в рамках проекта «Игра не Сибири». Меня зовут Семанская Валерия, являюсь менеджером культурного центра «Этаж» и создателем собственного образовательного пространства «Точка». Сегодня мы с вами поговорим про развивающий потенциал в командных настольных играх. Вообще, командные настольные игры имеют большой потенциал как для детей, так и для взрослых. Давайте поговорим о важных аспектах, которые развивают и помогают развиваться нам в настольных играх, особенно в командных. Первое, самое понятное и самое обычное – это коммуникация. Это то, что позволяет нам общаться с игроками, оттачивать свой навык коммуникации и в целом взаимодействия нас с другими людьми. Командные игры также позволяют нам развивать такой навык, как стратегическое мышление. Думаю, никто не поспорит со мной, что любая настольная игра, неважно какого характера и вида она будет, помогает и способствует нам развитию стратегии. Как мы поведем себя в той или иной ситуации, как мы поступим по отношению к тому или иному игроку. Это все важные навыки и компетенции, которые полезны нам в обычной жизни. Еще одним важным моментом станет развитие вашей логики. Здесь мы не говорим про стратегию как про прокладывание пути, выстраивание системы или плана. Здесь мы говорим в целом про логику, то есть взаимоотношения поступка и цены этого поступка. Насколько вы будете экологично в игре, насколько вы будете полезны в игре, насколько вы будете продуктивны. В контексте командной игры логика помогает нам анализировать ту ситуацию, которая происходит между игроками на игровом поле, да и в целом анализировать себя и то, что происходит внутри нас. Возможно, для кого-то станет неожиданностью, что настольные командные игры также способствуют развитию вашего эмоционального интеллекта. И здесь мы говорим не только про ваше настроение во время игры, а про то, как вы относитесь к игрокам, относитесь к поступкам, какие эмоциональные переживания возникают у вас во время игры. Их очень важно отслеживать для того, чтобы понимать, насколько здраво вы поступаете, насколько ваши поступки во время игры логичны и насколько важным аспектом это станет при развитии вашей личности. Командные игры также укрепляют и дружеские взаимоотношения. И это их первоочередная цель. Да, мы не вступаем в прямую конкуренцию друг с другом. Конечно, мы конкурируем. Но здесь очень важно, что настольная игра сама по себе несет экологичное, такое, знаете, бережное отношение друг к другу. Конечно, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Но тенденция показывает нам следующее. Большинство настольных игр теперь становятся менее конкурентоспособными. Не в плане, что они плохо продаются или в них мало кто играет, а в плане того, что каждый игрок может достичь той или цели, которую он будет ставить во время игры. Лично я считаю, что настольные командные игры это тот классный инструмент, который позволит вам, вашей команде, вашей семье, коллективу сближаться, раскрываться и прокачивать какие-то внутренние скиллы и компетенции, которые будут способствовать в целом вашему развитию. Поэтому всегда советую в эти игры играть, находить какие-то новые, неважно, будут они развлекательными или стратегическими. Придется в них погружаться сильно или вам достаточно будет пары сетов, чтобы насладиться игрой. Но обязательно играйте, особенно в коллективе.